Ну что, друзья мои, продолжается эпопея с Беларусь-Калием и литовскими железными дорогами. Напомню, что каким-то стечением обстоятельств Беларусь-Калий был частично выведен из-под санкций ЕС. И Норвегия, не Норвегия, а конкретно фирма Яра, имеет возможность заканчивать свои долговременные контракты с этим лукашенковским кошельком. И, соответственно, плевала Яра на белорусов, плевала Яра на санкции, плевала Яра вообще на всех, на все и на вся. Деньги не пахнут. Вот так. А еще удивляемся, что в свое время во Вторую мировую войну кто-то там сотрудничал с Гитлером. Так вот, так же и сотрудничали, как Яра сегодня сотрудничает с тем же самым Лукашенко. Так вот, ну это в Норвегии у Яры там совести нет, там клиника, там все понятно. Но ездишь по пути Литва и есть литовские железные дороги. Именно по литовским железным дорогам вот этот весь контрабандный товар Беларусь-Калия попадает в Клапину и дальше идет на Норвегию туда. Так вот, литовские железные дороги, они бы, может быть, и остановили бы весь этот поток. Но это им принесет, самостоятельно остановили бы. Но это им принесет ущерб в 20 миллионов долларов в год. Те, которые оплатит Беларусь-Калий литовским железным дорогам. То есть, тут все довольно сложно, такой вот клубок интересов. И чтобы каким-то образом попытаться разрубить этот клубок, министр иностранных дел Литвы Ласбергис заявил, что он уходит в отставку, потому что он не может смириться с тем, что именно через Литву, которая противостоит незаконному этому самозванцу, этому синепалому, что именно через Литву, пострадавшую от мигрантов Лукашенко, именно через нее тот же самый Лукашенко, не моргнув глазом, возит так красиво свой контрабандный товар. И вот именно это сподвигает министра иностранных дел Литвы писать заявление об отставке, потому что, ну, он не может этого просто-напросто выдержать, как любой нормальный политик. И вполне возможно, что вот именно это заявление, оно поднимет в Литве такую бурю, которая не позволит в результате Лукашенко использовать литовские железные дороги. Тем паче, что 20 миллионов долларов, в конце концов, не такие большие деньги в масштабах страны, тем паче в масштабах Европы, я думаю, что могли бы найти механизмы, и уже было время, уже полгода было для того, чтобы найти вот эти механизмы, чтобы компенсировать литовским железным дорогам потери от белорусского транзита. Очень надеюсь на то, что в ближайшее время не такой-то уж сложный вопрос будет решен, и контрабанда Лукашенко в сторону Клайбеты будет окончательно остановлена. Клайбеты будет окончательно остановлена. В